Всем привет, друзья! Вы попали на канал Лилия Редфокс. И сегодня я хотела бы поделиться с вами новостью о том, что стоимость государственного медицинского страхования в Германии будет повышена с 2025 года. Повышение коснется тех, кто застрахован в Германии по государственному медицинскому страхованию. В Германии это касается примерно 90% всех жителей. Людей, имеющих частную медицинскую страховку, а это около 10% жителей Германии, это повышение не коснется. В зависимости от того, в какой кассе вы состоите и сколько вы зарабатываете, ваша средняя ставка может вырасти в следующем году на 0,8-2,5% пункта. Таким образом, повышение может быть очень разным. Ожидается, что в 2025 году человек, получающий доход до налогообложения в размере 3000 евро в месяц, будет вынужден платить на 24 евро больше в месяц в виде взносов на государственное медицинское страхование. Итак, как итог, ожидается, что взносы вырастут в среднем на 0,8%, то есть это с 16,3% до 17,1%. Об этом договорились правящие партии в коалиционном соглашении. Почему же это произойдет? Основной причиной этого является рост расходов на государственное здравоохранение. Также газета Bild пишет о том, что взносы на медицинское страхование в Германии рекордно вырастут из-за получателей государственного пособия. Главная причина этого в том, что около 5,6 млн получателей пособия Bürgergeld не платят взносов, поэтому недостаток средств приходится компенсировать за счет работающих граждан. Каждый месяц больницы получают от государства взносы по фиксированной ставке для получателей пособия, однако они слишком малы и не покрывают расходов. За одного получателя пособия государство перечисляет 119 евро в месяц. При этом средний взнос человека, который получает в Германии даже минимальную зарплату, составляет примерно 350 евро, но половину из этих денег платит работодатель. В результате образуется недостаток в 9,2 млрд евро, который приходится восполнять за счет взносов. И вот что по этому поводу заявил генеральный директор медицинской страховой компании ДАК Андреас Шторм. Если бы федеральное правительство адекватно финансировало взносы для получателей пособий, работающим гражданам не пришлось бы платить самое большое повышение взносов с 1975 года. Вместо повышения на 0,8% пункта в начале года было бы умеренное повышение на 0,2% или 0,3% пункта. Вот такие новости есть на сегодняшний день для работающих людей в Германии. Честно сказать, не очень хочется комментировать эту новость, так как мы работаем и для нас эта новость не такая уже и приятная. Не так уже просто здесь и работать, учитывая, что мы и сами беженцы из Украины. Но получается, что и из наших доходов мы должны содержать тех, кто не идет на работу. И не нужно, пожалуйста, мне писать, что вы не приехали сюда убирать, раскладывать товар или на упаковку. Я, если честно, уже устала все это читать. Я не знаю, с какими мыслями вы сюда ехали и на какую работу в другой стране без хорошего знания языка вы рассчитывали. Но я знаю одно, что никто не должен никого содержать. И все люди в своих странах работали и жили на свои зарплаты. И я сейчас не говорю о матерях-одиночках или пожилых и больных людях. Я говорю о тех, кто вполне здоров, ему просто не нравится та работа, которая есть. В общем, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и делиться этим видео со своими друзьями. До встречи в следующих видео. Всем пока-пока.